Итак, побоище на Манежной площади в центре Москвы, когда выступлениями фанатов воспользовались радикальные группировки. Всплеск насилия начался после убийства Егора Сверидова в ночь в воскресенье на понедельник. Во вторник фанаты перекрыли Ленинградку, одну из главных транспортных артерий города. Потому что виновник трагедии Аслан Черкесов был отпущен под подписку о невыезде. Потом его арестуют, но после протестов. И вот вчера жестокие столкновения, десятки пострадавших. Сегодня глава МВД Рашид Нургалеев дополнительно проинформировал президента о произошедшем. Дмитрий Медведев одобрил действия милиции и еще раз подчеркнул, что МВД, цитата, «в подобных ситуациях имеет право применять весь установленный законом набор средств». Дмитрий Гусев посмотрел на все своими глазами. Боли на всех милищах! Боли на всех милищах! Акция в память погибшего болельщика быстро перестала быть мирной. Ровно в тот момент, когда в поле зрения агрессивной толпы попала компания молодых людей неславянской внешности. Милиции пришлось выдержать настоящую оборону, чтобы их спасти. Но цепная реакция насилия уже пошла. На этих кадрах очень хорошо видна тактика уличного боя. Профессионально закрывая лица, организованные группы двинулись на ОМОН. Горящие фаеры, булыжники, ледяные глыбы и баллончики со слезоточивым газом. К столкновению все было готово. И, похоже, напрасно через громкоговоритель звучали призывы к спокойствию. Когда ситуация стала критической, уже ОМОН сам перешел в наступление. В результате массовой драки в самом центре Москвы в больницы попало около 30 человек. Более 60 задержанных. Большая часть толпы была блокирована в центре Манежной площади. Когда было особенно горячо вести переговоры, приехал начальник московской милиции. Взрываются петарды, когда горят вот эти фаеры, когда от этого страдают люди, простые люди. Вот эту ситуацию я не приемлю. И поэтому мы постарались минимальным воздействием, нашим физическим воздействием, воздействием сил и средств, которые имеются в арсенале московской милиции, разобраться с этой ситуацией. Уже сегодня у Владимира Колокольцева лидеры фан-движения и руководство Российского футбольного союза. И вот принципиальный вывод из того, что произошло. Те зачинщики, инициаторы вот этих беспорядков в центре города, они все-таки в большинстве своем не имеют никакого отношения к спортивным каким-то коллективам, а используя просто вот те трагические обстоятельства, которые были накануне, использовали их в своих националистических и политических игрящих интересах. Болельщики всех московских клубов проявили гражданскую позицию. И те события, которые были на Манежной площади, я вот ответственно заявляю, что болельщики московских клубов в них участия не принимали. Взрыв назревал давно. Вечер 7 декабря. Возле Головинской прокуратуры фанаты узнали, что главный подозреваемый в убийстве Егора Свиридова, Аслан Черкесов, выходец из Кабардино-Балкарии и не имеющий московской регистрации, выпущен под подписку о невыезде. Эмоциям тех, кто был в этот момент у прокуратуры, не было предела. Егора убили! За что? Что ты сделал? Ленинградка перекрыта на полчаса. Несколько сот человек шли по дороге, зажигая фаеры. Их никто не трогал. Но вот первые глыбы льда в сторону милиции. Уже тогда стало понятно, спонтанная акция может стать предвестником более серьезных столкновений. Мне бы очень хотелось, чтобы выводы, в том числе и политические, они были бы из этого скандала сделаны. Вот не просто были бы опять там вылеты реки, может быть, вполне законной критики на этих экстремистов, еще кого-то, на этих вот неформальных молодежных лидеров. Но очень важно и понять, а что провоцирует такие настроения. И если власть не может контролировать эти неформальные группировки, но своих-то чиновников и офицеров она может контролировать. В результате выплеска на Ленинградку на следующий день Аслан Черкесов был взят под стражу. Ему предъявили обвинение по статье убийства. Но вот остальные участники кровавой драки все равно оставались на свободе. Вот та самая автобусная остановка возле дома номер 37 по Кронштадтскому бульвару, где 6 декабря убили спартаковского болельщика. Во-первых, пускай, что закон это один. Он не может быть. У одного есть закон, а у другого нет закона. То, что произошло, на самом деле, вопиющий факт. Он понимает, что вначале, что за человек, который совершил убийство, его отпускают просто так. И только люди его заставляют опять вновь его повернуть на место. Цветы, свечи, фанатские шарфы. Тогда же стало известно, суд санкционировал арест еще двоих участников драки. Хасана Ибрагимова и Наримана Исмаилова. Но механизм агрессии уже был запущен и в Москве, и будто по согласованному сценарию в Петербурге. И там, и там лозунги болельщиков утонули в криках националистов. Они спровоцировали. И они, по сути дела, пострекали к массовым противостояниям, в том числе и столкновениям. Я хочу обратиться ко всем. И прежде всего тем псевдоорганизаторам, которые на именно трагической ситуации спровоцировали эти побоище. Милиция будет действовать жестко. Между тем, экстремисты пытаются влиять именно на фанатские движения. Следствие сейчас изучает видео с камер наружного наблюдения, кто конкретно провоцировал беспорядки. Далеко на заднем плане были там поминки по этому человеку, по своему товарищу. А на главном плане были нацистские лозунги. Некоторые из них просто непотребные, грязные по отношению к Кавказу, к выходцам с Кавказа, к людям совершенно невинным. Некоторые, там, Россия для русских, это очень страшный лозунг, он так вроде нормально звучит, так многим кажется. А на самом деле он очень страшный, потому что он, это непосредственный призыв к развалу России и гражданской войне. Вот что значит в нашей многонациональной стране лозунг Россия для русских. В таких городах, как Москва и Питер, этносоциальная картина стала меняться очень быстро. И этот процесс необходимо взять под контроль. Сюда приезжают люди, в российские города, наши граждане, наши граждане, которым нельзя запретить сюда приезжать. Но это люди часто другой религии, другой культуры, в том числе и бытовой культуры. И им нужно объяснять, как себя надо здесь вести. Точно так же нужно объяснять нашим людям, людям, которые здесь живут, что не всякий, кто на тебя не похож, враг. Если не объяснять все это прямо со школы, очень быстро ситуацию можно упустить. Вот что происходило в московской подземке сразу после разгона на Манежной площади наверху. Ненависть и насилие ушло вглубь. И в любой момент все это вновь может вырваться на поверхность. Вести недели.